Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня продолжим с вами беседы о здоровье. Именно о здоровье мы будем говорить достаточно длительное время. Я надеюсь, вам будет интересно и полезно все то, что я буду рассказывать. Прошло вот 15 лет, как я ушел из телеэфира, где в течение 10 лет я вел программу «Планета здоровья». Может быть, некоторые из вас помнят. Я, к большому сожалению, наблюдаю, что, мягко выражаясь, состояние здоровья населения Украины не улучшается, а совсем наоборот. И это связано не только с тем кризисом экономическим, который есть, но в большей степени это связано с тем, что люди плохо ориентированы, а если говорить прямо и откровенно, они просто безграмотны в отношении своего здоровья, в отношении тех мероприятий, которые нужно использовать для того, чтобы это здоровье сохранить и укрепить. А вы меня спросите, а что же медицина? Да дело в том, что в основе нашей медицины лежит так называемая патоцентрическая стратегия. То есть в основе ее лежит болезнь, а не здоровье. И это парадокс, о котором я говорил еще во время прошлой нашей встречи. Ставя своей задачей достижения здоровья, медицина занимается болезнью. А здесь существует такой нюанс, о котором врачи не подозревают. Оказывается, механизмы здоровья и механизмы болезни различны. И если вы будете действовать только на механизмы болезни, то, что делает медицина, вы здоровье не укрепите. Вы каким-то образом можете облегчить свое состояние, но здоровья, крепкого здоровья вам никогда не видать, если вы не будете заниматься теми механизмами, которые лежат в основе здоровья. Вот мы вынуждены с вами влезать в теоретические проблемы по одной простой причине. Я просто хочу вас убедить, что тот путь, который я вам предлагаю, он действителен, он реален. Это тот путь, который приведет к здоровью. Та самая классическая медицина, которая у нас есть и которой мы поклоняемся, она может избавить нас от смерти при удачном стечении обстоятельств. Но она не способна укрепить здоровье. Тут нужны какие-то мероприятия за пределами той медицинской науки, которая сейчас главенствует в нашем здравоохранении. Я хочу немножко забежать вперед и проразгласить основной тезис, который лежит в основе всех наших бесед и всех наших мероприятий. Чем больше у вас будет здоровья, тем меньше у вас возможностей заболеть, тем меньше у вас будет болезней. Вот представьте себе, два автомобиля с разными двигателями. У одного автомобиля мощный двигатель, у второго двигателя слабенький. И вот они оба лезут на гору. А склон все круче, круче, круче. И в конце концов автомобиль со слабеньким мотором, он останавливается и сваливается в пропасть. А мощный мотор, он достигает вершины и решает все свои проблемы. И я уже сразу намекнул вам, что лежит в основе нашего здоровья. В основе нашего здоровья лежит энергия. Откуда мы ее берем? Эта энергия идет от Солнца. Вот посмотрите на этот рисуночек. Он хоть и примитивный, но достаточно четко отражает путь трансформации солнечной энергии в энергию наших клеток. Посмотрите, солнышко, фотоны, хлорофилл, зеленая травка, коровка. Там за коровкой сидит любитель стейков. Это мы с вами. И вот уже поглощая ту трансформированную солнечную энергию, мы накапливаем ее в наших клетках. В каждой клеточке человеческого организма есть аккумулятор, который носит название митохондрии. И вот чем мощнее заряд этих митохондрий, тем лучше у нас здоровье. Кстати говоря, вот эти вот рассуждения, которых я сейчас вам предлагаю, они неизвестны западным исследователям. Вот один из выдающихся и известнейших специалистов зарубежных, английский ученый, сэр Ричард Олн, он сэра получил за свои ночные достижения, говорил, подводя итоги исследованием здоровья. Было много попыток построить шкалу позитивного здоровья, но до сих пор измерение здоровья остается такой же иллюзией, как измерение счастья, красоты и любви. А мы вот с вами буквально за пять минут до этого обозначили главную теоретическую платформу, на которой должно строиться измерение здоровья. Это энергопотенциал биосистемы. Чем больше энергопотенциал, тем легче организм переносит все негоразды, которые встречаются ему на пути. Так вот, возвращаясь к моим наблюдениям за состоянием населения Украины, я хочу сказать, что нами впервые описан, и мы находим подтверждение и за рубежом, биологический феномен, который касается человеческого организма. Речь идет о биологической деградации вида гомо сапиенс. В чем он проявляется? В чем проявляется эта деградация? Причем, повторяю, это происходит не только в Украине. Это наблюдается по всему миру, но на Украине это особенно ярко проявляется, а может быть потому, что здесь я живу, который анализирует все эти вещи, которые недоступны зарубежным исследователям. Первое. Мы сейчас наблюдаем эпидемию хронических и неинфекционных заболеваний. Сюда относятся заболевания сердца и сосудов, 67% всех причин смерти, злокачественные на образование, 17-20% всех причин смерти, диабет, особенно второго типа, около 3% всех причин смерти. То есть все эти хронические и неинфекционные заболевания в общей сложности занимают 87% всех причин смерти. Конечно, это намного более выраженная и мощная причина, несравнимая ни с какими другими заболеваниями, которые нас могут сейчас с вами волновать. Первое. Эпидемия хронических и неинфекционных заболеваний. Причем она проявляется уже с подросткового, с юношеского и не говоря уже о старческом возрасте. Далее. Второй признак биологической деградации – это ускоренные темпы старения. В среднем сейчас наша молодежь стареет на 10-15 лет быстрее, чем их бабушки и дедушки. Когда мы написали этот феномен, обнаружили, что есть голландские исследования, которые показывают, что у голландской молодежи современной старческие болезни возникают на 10-15 лет раньше. То есть полностью подтверждается то положение, которое мы описали. Следующий признак, который является, наверное, одним из самых главных – это нарушение репродуктивной функции. Украинский мужчина с 1991 года, как отмечено исследование, он является главной причиной бездетных семей. Почему? Да потому что наши мужчины не знают, как вести себя и что делать для того, чтобы их половые клетки, сперматозоиды, были активны и делали свое дело, которому призвала их природа. На самом деле сейчас среднеукраинский сперматозоид вялый, скучный, и он не торопится к яйцеклетке с тем, чтобы ее оболотворить. Это очень печально. Я уже не говорю о том, что нарушается течение беременности, нарушается течение родов. Только одна из четырех женщин в настоящее время нормально проходят все эти процессы. Все это появилось в последние 30-40-50 лет. Кроме этого, мы совершенно четко отмечаем снижение психофизических качеств. Сюда относятся и физические качества, то есть сила, быстрота, выносливость. Сюда относятся и психофизиологические качества. Скорость реакции, реакция на движущийся объект и так далее. Все эти критерии, которые говорят о способности человека оценивать ситуацию, вовремя на нее реагировать и принимать правильные решения, они, к большому сожалению, замедлены или, еще хуже, извращены. Так вот, все то, о чем мы с вами будем говорить, позволит нам преодолеть вот эти вот все печальные изменения в человеческой природе, в основе которых, я прошу это запомнить, лежит снижение энергопотенциала на популяционном уровне. То есть, у многих представителей украинской нации снижен энергопотенциал. И нам нужно его восстановить. Для того, чтобы восстановить мало каких-то отдельных мероприятий, нужна программа, стратегическая программа. И мы такую программу создали. И в следующий раз, когда мы с вами встретимся, мы будем говорить о стратегии укрепления и сохранения здоровья, которую мы назвали «семь ступенек здоровья». В следующий раз вы ее узнаете и услышите о ней достаточно подробно. А на сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания.